Спасибо за ответ по поводу падений. В 2013 году было кровоизлияние в мозг на фоне врожденной мальформации сосудов. Ой боже, обошлось без операции, сосуд затрамбовался. Ура! Если сосуд затрамбовался, не стоит бояться. Тем не менее, от головокружения я рекомендую периодически делать вот такое упражнение. Чтобы не трамбировались сосуды, человек должен на протяжении дня часто кашлять. Сделайте вот такое упражнение и часто кашляйте. Просто садитесь и делайте так. Если человек на протяжении дня часто кашляет, то он таким образом очищает свои сосуды внутренние. И тромботизация сосудов не будет происходить. Также для того, чтобы в мозгах не происходила закупорка сосудов, существует практика йоговская. Она достаточно закрытая, обычные люди ее не знают. Это движение рук. Вот таким образом облбак затылку многократно с естественным дыханием. Если так делать на протяжении дня, 5 или 6 раз на протяжении дня, то у человека улучшается память, улучшается качество зрения. Все, подарил. Здравствуйте, подскажите, что делать, если не срабатывают коды? Неужели не хватает психической энергии? Сколько месяцев нужно практиковать коды? Есть код такой, называется обретение царской власти. И человек, который живет в однокомнатной квартире, работает в библиотеке, начинает практиковать этот код. Скажите, он может обрести царскую власть? Тогда что должно произойти в его жизни? В случае, если код тотально должен изменить вашу судьбу, знайте, что судьба человека не может тотально измениться до того момента, пока он находится в состоянии комфорта. Если вы желаете изменить свою судьбу так, чтобы она поменялась на 100%, то у вас старая жизнь должна разрушиться. Она должна разрушиться просто однозначно.